ПСЕВДОНАУКА Верить ли прогнозам на будущее? Можно ли доверять интуиции? И как нам относиться к сенсационным предсказаниям Ванги, Кейси и самого Вольфа Мессингер? Что думает об этом официальная наука? И как трактуют эти чудеса альтернативные исследователи? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые люди, как он назвал слово, новые закваски. Мир на грани Третьей мировой войны. Почему спасти его должна Россия? Нет ни одного государства в мире, которое бы проводило волю Божию так, как проводит Россия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно на сайте Американского аэрокосмического агентства НАСА появилась шокирующая информация. Астрономы уточнили орбиту опасного астероида с кодовым названием 2002 НТ-7, за которым наблюдают с 2002 года. 1 февраля 2019-го он пройдет так близко от Земли, что может врезаться в нашу планету. Диаметр этого небесного тела 2 километра. Сила удара может превысить мощность взрыва 30 миллионов атомных бомб. Однако через 4 дня эту информацию заменили. На этот раз специалисты НАСА утверждали, что этот астероид нам не угрожает. Что это? Неверный расчет? Или получен приказ не афишировать угрозу? Эксперты уверены, в случае катастрофы никто не будет предупреждать об опасности всех землян. Если начнется паника, то население может просто не позволить представителям элиты спуститься в бункеры. Неужели ученые хотели предупредить мир об опасности, однако некто могущественный запретил им это сделать? Влиятельный британский еженедельник The Economist потряс мир новой обложкой-головоломкой, где зашифрованы важнейшие грядущие события 2018 года. Журнал считается рупором миллиардеров Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. Прежде на обложках прогнозов стояли лица мировой элиты с политическими тяжеловесами типа Путина, Обамы, Меркель, Си Цзинпина. Но на обложке номера прогнозов «Мир» в 2018 году вместо политического коллажа неожиданно возникли совсем другие загадочные символы. Что же хотят поведать миру теневые правители? И можно ли им верить? По мнению экспертов, главная угроза для человечества зашифрована в значке под номером 19. Это комета. Но есть ли научные данные для такого прогноза? Эми Майнсер, одна из ученых лабораторий реактивного движения НАСА, утверждает, что около Земли на данный момент вращаются сотни астероидов, способных уничтожить на планете все живое. Но самое опасное из них — это комета Вертанена. Комета Вертанена была открыта фотографическим путем 17 января 1948 года американцем Карлом Вертаненом. Диаметр кометы чуть больше одного километра. Ее траектория на данный момент нестабильна. Однако все же астрономы НАСА рассчитали, когда она может в нас врезаться. 11 декабря 2018 года. И потому пиктограммы кометы на обложке The Economist. И пока мировые СМИ муссируют голливудские скандалы, прическу Трампа и агрессивность России, в узких научных кругах обсуждается тема, а будет ли вообще существовать человечество в 2019 году. Когда яркая звезда столкнется с планетой, тогда людей погибнет много. Остальные будут умирать на протяжении полугода. Такое пророчество оставил Мишель Нострадамус еще в середине 16 века. А это перевод откровения еще более раннего периода. Его приписывают немецкой монахине Хильдегарде Бенгенской, жившей в 12 веке. Большую страну посреди океана, где проживают люди разных национальностей, затопят. От столкновения с кометой океан выйдет из берегов и затопит также многие прибрежные страны. По всему миру начнут распространяться болезни и голод. Большинство людей погибнет. Аналитики предположили, что если сотрудники НАСА указали время падения кометы Вертанина 11 декабря 2018 года, а немецкая монахиня еще в 12 веке указала место ее падения. Единственная страна, которая соответствует описанию, это США. Неужели Америку ждет страшная катастрофа? Как ни странно, в этом давно уверены индейцы Хопи. По их предсказаниям, во второй половине 2018 года случится столкновение голубой звезды с землей. Говорится о том, что народ, вобравший в себя котел кровей, а это единственная территория, которая так вобрала в себя котел кровей, так вот народ, вобравший в себя котел кровей, выварится до темной корочки. В пророчестве Ротшильдов также много символов из военного репертуара. Танк, баллистическая ракета, самолет ВВС Великобритании, китайская армейская кепка, ядерный взрыв. Значит, военное напряжение в мире только усилится. Или это попытка вызвать панику и отвлечь от реальных проблем? Еще несколько десятилетий назад великая ясновидящая Ванга упоминала Сирию в своих пророчествах. Тогда это удивило множество людей, ведь на тот момент в стране все было спокойно, и о войне не могло идти речи. В этом государстве решится судьба мира, предсказывала Ванга. Ясновидящая указала, что война решит судьбу многих держав и расставит все на свои места. Откроются тайные заговоры и истинные помыслы многих политических лидеров. Не так давно Министерство обороны России опубликовало доказательства сотрудничества военных США с террористами ИГИЛ. На аэрофотоснимках были запечатлены силы американского спецназа среди военных группировок террористов. А здесь видно, как штаты ведут к ДРС Зору в поддержку ИГИЛовцам отряды так называемых сирийских демократических сил. ИГИЛ – известная на весь мир террористическая организация. При этом на территории Сирии вокруг американских объектов не выставлена охрана. К чему бы это? Неужели американцы уверены в лояльности боевиков? Человечеству уготовано еще много катаклизмов и бурных событий. Грядут тяжкие времена. Людей будет разделять их вера. Меня спрашивают, когда это случится? Скоро ли? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Так предсказывала Ванга. Но неужели провидица ошиблась? Или судьбу мира можно изменить? Это не жесткая матрица. Это не инструкция. Это план, по которому мы действуем. Но в процессе действия мы можем менять. Судьба не является тактиком. Она является стратегом. Она как-то указывает нам главное направление. А уж как мы будем двигаться по этому управлению? Будем ли мы при этом счастливы или наоборот несчастливы? Это бесспорно зависит только лишь от нас. Военные эксперты утверждают, что в свое время победа России и президента Асада в Сирии коренным образом изменила задуманное мировым закулисьем. Но точку ставить рано. Тем более Восток не ограничивается одной Сирией. И Третья мировая война может вспыхнуть в любой другой стране региона. Предвижу военные события на Востоке, в которых примет участие Россия. Однако именно после этого начнется ее небывалый расцвет. Это пророчество святого старца, преподобного Паисия Святогорца. Получается, что Россия своим вмешательством в Сирию полностью нарушила планы США и не дала развязать Третью мировую войну. Или все это еще только впереди? Если вы хотите знать, кого наши древние предки называли богами, что мы знаем о разумных цивилизациях, которые населяли нашу планету задолго до динозавров, почему так подозрительно похожи друг на друга древние пирамиды, которые встречаются в самых отдаленных уголках Земли, эта книга для вас. Тайны богов. В ней мы собрали самые свежие факты, самые последние находки, самые оригинальные версии и гипотезы, которые хоть и не вписываются в привычные представления об окружающей действительности, зато предлагают потрясающие по своей оригинальности и новизне ответы, которые наука по привычке обходит стороной. Всю информацию об этой книге ищите здесь. Что знают экстрасенсы о воссоединении Кореи? Два президента встретились, обнились. Что говорили о нашем времени святые старцы? Когда железные птицы будут летать и сбрасывать свои чугунные яйца. И кто спасет Украину? Украина отойдет, она плачется, но опять вернется. Вот какое пророчество на 2018 год оставил известный парапсихолог и прорицатель Вольф Мессинг. В 2018-м Вашингтон попробует положить начало вооруженному конфликту с Россией руками стран Ближнего Востока. Попробует или реализует? Не всегда пророчества носят неизменный характер. Очень часто они лишь указывают, каким может быть самый худший исход. Эти события, они входят в момент качания человечества над пропастью. И они очень, как бы вот, они очень осторожны, пророчество. Они дают людям выбор и одновременно очень тактично дают им возможность в этот момент выбрать правильное решение. Примут ли правильное решение Иран и Иран? Однако, если верить пророческому журналу Ротшильдов, то главная военная угроза миру совсем в другом регионе. Целая галерея значков обложки предсказаний посвящена Восточной Азии. Ким Чен Ын, китайская военная фуражка, баллистическая ракета, ядерный взрыв. Провидицу Веру Леон за исполнившиеся предсказания об Украине прозвали Казахстанской вангой. Сегодня за плечами ясновидящей, как утверждают ее почитатели, множество исполнившихся прогнозов, среди которых ураган во Вьетнаме, землетрясение в Мексике и даже арест министра экономического развития России Улюкаева. Одно из последних пророчеств ясновидящей касается двух Кореей. Я даю окончательный результат тому, что произойдет, что я видела именно между двумя странами. Два президента встретились, обнялись. Неужели Северная и Южная Кореи наконец помирятся? Ведь наличие символов лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, ядерного взрыва и баллистической ракеты в раскладе Ротшильдов говорит о том, что в 2018 году напряжение будет только нарастать. Однако военные эксперты отмечают, что после демонстрации КНДР своей возможности доставить ядерные боеголовки прямо до самой демократической страны мира сильно остудили воинственный пыл Пентагона. Эту смиренность можно заметить даже потому, как США отреагировали на участие Северной Кореи в зимних олимпийских играх. Просто молчание. Предсказание Ротшильдов на 2018 год полностью обошло своим вниманием Украину. Что это? Случайная небрежность? Или этот регион больше не интересен глобалистам? Что же ждет Украину, покинутую своими любимыми кураторами? Пророчества о современном положении, о нашем времени, о переходном периоде, они очень локальные. И касаются конкретно, если, например, Украины, то говорится о том, что Украина отойдет, наплачется, но опять вернется. Получается, поматросили и бросили. Неужели России придется разгребать проблемы непутевой соседки? А ведь еще до событий на Майдане афонский старец Барфене предостерегал украинцев от неискренности Евросоюза. Также старец говорил о том, что славянским народам следует быть вместе. Однако бесовские силы надолго разделили их. Украина. Значит, здесь все достаточно просто, я бы сказала, с точки зрения звезд. Сейчас идет самый такой разгар, скажем, завершающий этап, который длился три года, потому что по отношению к Украине планета судьбы, а эта планета очень серьезная, она находилась в так называемом доме катастроф. Так что катастроф больше не будет? Политологи уверены, что эти конфликты только усилятся в 2018 году. Украину ждет очередной захват власти, при которой к правлению придут еще более радикально настроенные деятели. Все это приведет к еще более ожесточенной гражданской войне и окончательному распаду страны. Украина сейчас находится в шоке. И она еще, я думаю, будет в легком шоке и заблуждении от того, что происходит. Самая большая проблема на Украине в том, что там есть очень большое искажение представления того, как есть все на самом деле. Из-за этого люди не могут определиться, не могут понять, что им делать. Сегодня линия разлома на Украине повсюду. Она разделена территориально, духовно. Нет единства в поддержке той власти, ради прихода которой затевался Майдан. Украинцы умудрились разделить себя даже на настоящих и ненастоящих. Не говоря уже о том, насколько не един народ в видении своего будущего. Одни по-прежнему хотят в Европу, другие в Россию, а третий хотят просто заработать на войне. Все произойдет как по легенде греческой о Медузе. Но вот мы же знаем, что у Горгоны три головы. Вот сегодня три головы есть. Украина, ДНР, ЛНР. Одна голова, Медуза, смертна. Вот будем ждать исполнения вот этого момента. Тамара Дубровская окончила Московский финансово-экономический институт и всю жизнь работала с цифрами. Когда она вышла на пенсию, случайно купила книгу пророчеств Нострадамуса. Прочла и ничего не поняла. Воюют, убивают, короли, цари, все перемешалось. Но четкий математический ум требовал порядка, и она решила заняться изучением загадки. Нострадамус, опасаясь инквизиции, перепутал годы во всех катренах и расставил их в центуриях не хаотично, а зашифрованно. Он вел подсчет, в какую из десяти центурий поставить катрен, создав тайный ключ, по которому катрены сами вернутся в свои годы. Пророк рассчитывал, что потомки смогут найти этот ключ и прочесть пророчество. Он же это записал для того, чтобы люди прочли и подготовились, и исключили вот эти вот войны. И Наполеонов, и Турции, и Первую мировую, и Вторую мировую, и новую, которая уже надвигается. Он же это предупреждал правителей, власти, что узнайте, что происходит, измените политику, измените мышление. Он же для этого делал, а не просто пугать нас. Несколько лет Тамара Николаевна изучала биографию и письма этого средневекового ученого. И вот ключ, по ее мнению, найден. Цепкий ум математика не упустил из виду цифры, которые пропустили другие. И средневековые стихи сразу же обрели смысл. Он предсказал и о Горбачеве и Эльцине. Горбачева назвал хромой, то есть у него на голове было пятно цвета хрома. А Ельцин назвал скомарок. Все видели по телевидению, как он в Германии не совсем трезвом виде отплясывал. хрома. И вот хрома и скомарок привели Россию к тому, что она развалилась на 15 частей. О чем и сказал Настрадамус. На 15. Ведь действительно 15 республик сейчас после распада СССР образовалось. Мишель Настрадамус предсказал потрясение в 21 веке многим странам, в том числе и своей родине Франции. Главные беды страны начнутся с приходом к власти лидера с неуемной тягой к популизму, как и у его знаменитого предшественника за 200 лет до этого. Вот этот Катрен про Макрона он подставил на 2017 год и точно его избрали в этом году в 2017 он его сравнил с Наполеоном он сказал что возьмет он примерно лозунги Наполеона ведь вот в 2016 году Макрон организовал свое движение и лозунгом его сделал слово вперед а Наполеон своим солдатам все время призвал их кричал тоже кричал пойдем вперед по пророчествам Нострадамуса в расшифровке Дубровской в Европе начнутся большие беспорядки и это лишь предтеча главной трагедии будущего а именно глобальной третьей мировой войны не обошли своим вниманием фигуру Макрона и Ротшильда в ком журнал The Economist действительно души не чает так это в своем ставленнике французском президенте во всех многочисленных хвалебных статьях его называют символом перемен к лучшему и даже современным эквивалентом Тедди Рузвельта американского президента наиболее связанного с прогрессивной эрой кому же верить хвалебным статьям журнала или предсказанием Нострадамуса вернет ли Макрон Франции былое могущество или станет соучастником развязывания Третьей мировой войны То они эти таинственные морские чудовища современники доисторических динозавров дожившие до наших дней или представители неизвестной нам разумной цивилизации которая много тысячелетий прячется от нас в отдаленных морских глубинах для тех кто ищет ответы на эти вопросы наш документальный сборник тайны подводного мира в нем невероятные факты недавно рассекреченные документы и самые шокирующие гипотезы которые пока не вписываются в привычную картину мира что говорили о нашем времени святые старцы когда железные птицы будут летать и сбрасывать свои чумунные яйца кто будет править Европой нострадамус сказал что новые придут революционеры и когда настанет час икс мы мчимся к какому-то порогу за которым либо будет обрыв либо будет дверь нострадамус был далеко не единственным кто предрекал апокалипсис в случае войны множество мифов легенд пророчеств разных древних народов далеких друг от друга и никак не сообщающихся между собой описывают одно и то же событие давайте вспомним мифы о Рагнарике это конец света нормического образца там дословно сказано что хель которая начинает открывать адовые двери то есть конец света хель она дословно описана когда женщины станут наполовину живы наполовину мертвы тогда начинается конец света теперь давайте подумаем когда женщина в бизнесе верхняя часть тела у нее очень созидательно работает нижняя часть тела обезжизненно ей ни до чего ей мужчины не нужны она приходит домой падает трупом как они говорят правильно или есть другая половина женского общества когда нижняя часть тела чрезмерно активна а верхняя часть тела совершенно неразумна так вот это как раз о апокалипсисе о рагнарике в царской россии с 1551 года существовала книга 100 глав состоящая из 100 глав помимо описания церковных обрядов наставлений традиций и быта народа 15-16 веков в ней хранились сакральные знания в том числе и о будущем мира когда все небо будет опутано сетью проводов то есть мы уже так живем когда железные птицы будут летать и сбрасывать свои чугунные яйца то есть об этом обо всем сказано мы с этим уже столкнулись достаточно подробно признаки этой глобальной катастрофы описаны и в откровениях преподобного Нила Мироточивого записанных афонским иноком Феофаном в 1813 году документ носит название о последних судьбах нашего мира какое сделается тогда хищение мужеложество убийство неправда продажа и покупка людей уничтожение человеческой природы многообразием беззаконий погибнет чувственно и мысленно природа человеческая в людях так сказал старец и примеров тому же великое множество есть среди симптомов заката мира и совершенно экзотический сравнительно с тем сколько съедает человек в нынешнее время тогда будет съедать в 7 раз больше и не насыщаться увещевал Нил Мироточивый никакой другой болезнью люди не болеют сегодня так часто как ожирением по последним оценкам ВОЗ это более 1 миллиарда человек в экономически развитых странах это почти 30 процентов людей мир тогда столь будет угнетен что люди станут переселяться с места на место и тогда во время того предреченного бедствия антихрист начнет печатать людей своей печатью якобы для того чтобы знаменем всем спасать их от бедствия ибо только имеющим печать согласно апокалипсису будет продаваться хлеб американская компания 3 square market впервые в США начала имплантировать своим сотрудникам микрочипы под кожу чип позволяет взмахом руки открыть дверь включить компьютер и даже купить шоколадный батончик в автомате чем не печать древние корейские манускрипты гласят когда наступит то время в стране не будет ни нравственности ни общественного порядка родители и дети будут ссориться из-за богатства супруги будут разводиться жены будут изменять своим мужьям и когда такое распутство станет повсеместным наступят последние дни во всем мире расшатаются нравственные устои половая распущенность дойдет до последней степени самой основы человеческого бытия поколеблются с точки зрения исторических фактов самым точным из всех пророчеств является Кёгам Юрок в этой книге пророчества которые охватывают весь период последнего столетия новейшей истории основное внимание уделяется теме последних дней младенцы лишатся жизни еще до того как животы их матерей начнут расти то что когда-то считалось чем-то невозможным сегодня легко делается в любой клинике можно будет через провода разговаривать на любых языках с людьми лиц которых даже не видишь потому что они удалены на тысячу ли на восток и на север на тысячу ли будут ездить железные повозки можно будет поехать куда-нибудь спокойно усевшись в трехэтажном доме похожем на картину в воздухе будут ходить корабли оседлав крыльями ветер они будут летать как белые журавли и выдрузят на облаках красный флаг казалось бы откуда древние корейцы могли это все придумать если даже писатели фантасты не смогли предугадать интернет и другие технологии но к чему в итоге нам готовиться одни пророчества гласят что это будет падение кометы другие что случится ядерная война но есть и те что предсказывают климатическую катастрофу значок климат указан и на пророческой обложке журнала The Economist вы увидите снег во время жатвы вы увидите розы в снежное время монах Ранью Неро климат изменится январь будет настолько теплым что аж комары будут танцевать тогда уже не будет нормальных зим таких какие мы знаем сейчас немецкий прорицатель Алоис Эрельмайер и в эти времена даже времена года изменятся и роза будет свисти в декабре а в июне будет лежать снег Григорий Распутин но неужели ничего нельзя сделать и нам остается только ждать конца вы можете что-то делать можете что-то не делать и в зависимости от принятого решения от выбора соответственно складывается и наша судьба сделали правильный выбор приняли правильное решение значит и ситуация сложилась наилучшим образом день будет вращаться как час неделя как день месяц как неделя и год как месяц ибо лукавство человеческое сделало то что и стихии стали напряженными начали еще более спешить и напрягаться завещал Нил Мироточивой в начале девятнадцатого века если верить пророчеству святого старца получается в изменениях климата виноваты не промышленность и не парниковый эффект а то как мы живем природа человека оказывает прямое влияние на саму природу земли это уже происходит то есть в Европе мы видим что происходит мы видим что происходит в Америке мы видим что вообще происходит без природы мы понимаем что климат изменился время ускорилось мы мчимся к какому-то порогу за которым либо будет обрыв либо будет дверь и проход по мосту на другую сторону этого провала исследователи уверены что мать земля устала от безнравственности и распри жестокости и неуважения человека к самому себе и всему живому а потому буквально хочет очиститься от нас как от бактериальной инфекции и если человечество развяжет третью мировую войну да еще начнет применять ядерное оружие она сделает это по нострадамусу уже третья мировая война началась 2008 года но он сказал что это будут местные войны свои вот они мировые вот эти местные свои войны приведут к мировой войне но кто может остановить войну америка главный устроитель и бенефициар всех современных военных конфликтов на земле китай безумный рост экономики и промышленности которого практически уничтожил экологию на собственной территории или просвещенная европа погрязшая в толерантности и внутренних дрязгах евросоюза а если верить пророческому раскладу журнала да экономист в 2018 году проблемы европы только будут нарастать вот значок с символом евросоюза который теряет одну звезду по мнению экспертов это означает окончательный выход Англии если вы ищите ответы на вопросы можно ли верить Нострадамусу и Ванге правда ли что в астрологических прогнозах есть разумное зерно и что нам обещают в будущем политические эксперты с очень хорошо развитой интуицией эта книга для вас тайны пророчеств и предсказаний в ней ответ на вопрос чему действительно можно доверять а что является результатом околонаучного гадания по кофейной гуще книга написана на основе большого количества первоисточников все что вы хотите узнать об этой книге можно найти на сайте прокопенко .тв кто будет править европой нострадамус сказал что новые придут революционеры новые люди как он назвал новой закваски и почему россия должна спасти мир нет ни одного государства в мире которое бы проводило волю божью так как проводит в 2011 году в германии вышла книга томаса риттера предсказание будущего европы из пальмовых библиотек в которой автор излагает свое видение предстоящих событий в европейских и не только странах вот что исследователь пророчеств предсказывал Европе поскольку уровень жизни в странах Евросоюза будет постоянно ухудшаться то в обществе будут накаляться социальные конфликты пришествие мигрантов из других частей света ухудшит ситуацию эти люди будут бежать от голода войн и засух превращающих их страны в пустыни очень может быть в Европе что там могут быть проблемы с работой для самих жителей Европы то есть мигрантам зеленый свет и сами жители Европы будут к сожалению испытывать проблемы с устройством на работу многие эксперты уверены что в будущем Европу ждет наплыв беженцев и из Украины где ситуация с каждым днем все больше накаляется нострадамус нострадамус сказал что новые придут революционеры новые люди как он назвал слово новые закваски вот эти два слова это нострадамуса придут новые закваски и начнут грабить церкви значит ну в общем начнется вот это вот видимо как бы гражданская война но это будет после 2020 года стоит ли рассчитывать на Европу в снятии напряженности в мире и остановке набирающей обороты третьей мировой войне эксперты уверены что нет так как вполне вероятно что она сама в любой момент может стать очагом военного напряжения всех пророков древности и наших времен объединяло видение что спасение все-таки придет и придет оно из северной страны Русь загадочная гиперборея простирающаяся от черного моря до Урала Сарматия упоминающаяся норманами страна городов Гордарика все это территория которая сегодня называется Россией Россия воскреснет из мертвых и весь мир удивится это пророчество принадлежит святителю Феофану Полтавскому что имел ввиду Старин и когда Россия по его мнению была мертвой Судьбу человека и страны как этноса можно изменить в обязательном порядке направленными стрессовыми очень масштабными влиятельными событиями если устроить направленные серийные процессы где произойдет развал рационального сознания невольно будут выныривать из глубины компенсаторных качеств выныривать безусловные рефлексы безусловные рефлексы людей разделяют часть людей в безусловных рефлексах убийцы часть людей в безусловных рефлексах спасители эксперты уверены что именно это произошло с россиянами в 90-е годы задача россии после проигрыша холодной войны обеспечить ресурсами благополучные страны но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек это сказал джон мейджор премьер-министр великобритании в 1990-х годах именно такое трагичное развитие событий описал в своих откровениях преподобный Серафим Вырецкий еще в 1945 году когда победившему советскому народу казалось что все беды позади наступит время когда Россию станут раздирать на части сначала ее поделят а потом начнут грабить богатство запад будет всячески способствовать разрушению сегодня интернет покоряет пронзительный видеоролик под названием самое страшное предсказание о будущем России по сценарию обычный житель 90-х пишет письмо россиянину из 2016 года спрашивая как ему живется привет потомок из 2016 года хочу тебе рассказать как хорошо мы жили в начале 90-х годов кстати в каком году вас захватили американцы ведь армии у нас нет уже сейчас насколько частей у вас развалилась Россия у нас в 90-х пока все отлично но процесс уже пошел Татарстан Башкирия Урал и Сибирь собираются отсоединяться вслед за Ичкерией вы повторили наши ошибки не поняв насколько важно выбрать правильно но если вдруг чудо произошло и вы смогли что ж значит я буду только рад узнать что не вы для нас кошмарное будущее а наши 90-е для вас ужасное прошлое нет ни одного государства в мире которое бы проводило волю Божью так как проводит ее Россия и для того чтобы ее реализовать необходимо изучить пророчества собрать по всем пророчествам так как мы должны действовать а вот как видела будущее России пророчица Ванга Россия станет великой державой когда мертвые восстанут из могил и встанут рядом с живыми будучи долгое время неразгаданным сегодня это пророчество исполнилось в прошлом году акция бессмертный полк на день победы собрала рекордное количество участников более 850 тысяч почти миллион россиян в едином порыве прошел по Тверской улице в Москве с портретами родственников воевавших в Великой Отечественной войне для каждого это шествие стало истинным праздником духа мертвые встали рядом с живыми блаженный старец отец Иосиф Ватопецкий говорил грядут времена грозные но после определенных страшных событий многие славянские народы присоединятся к России также в союз с Россией вступит и Греция таким образом будет создана новая Византия на что слушатели тогда возразили старцу Россия разоружена наш военный арсенал наши заводы уничтожены вот что ответил старец Россия победит небесное воинство вступит в сражение на стороне России и будет сбивать вражеские самолеты и крылатые ракеты вот после такого чуда весь мир узнает что победил Бог и что он пребывает с Россией это кажется невероятным но социологи отмечают несмотря на травлю в СМИ простые граждане западных стран все больше симпатизируют россиянам настоящую популярность на иностранных ресурсах интернета приобретают ролики из жизни русских вот как это видео комментируют сами иностранцы сделайте мне одолжение пожалуйста расскажите пожалуйста своим людям что наши обычные люди не заинтересованы в войне и прочей фигне о которой постоянно говорят наши политики наше правительство они вам лгут мы все люди которые просто хотят жить в мире вместе со всеми замечательными людьми этого мира эта популярность России и ее лидера очень многих смущает ведь много лет фаворитом в мире был американский образ жизни и как отмечают эксперты будет множество попыток раскачать общество дискредитировать путь которым так уверенно идет Россия и сменить власть на более лояльную Западу однако и святые пророки прошлого и современные ясновидцы говорят что им это не удастся нет такой силы которая могла бы сломить Россию Россия будет развиваться расти и крепнуть это слова болгарской провидицы Ванги которая всей душой любила Россию на Западе уже готовы сценарии что оппозиция признает выборы незаконными устроит беспорядки и многие будут законно арестованы создатели журнала уверены что следующие шесть лет Путин сосредоточится на экономических реформах вот именно борьба с коррупцией и разрушение структур так то скажем да которые ну скажем заняты какой то незаконной деятельностью оно продолжится и будет достаточно серьезно как бы этому уделено много внимания вот и Россия будет скажем проверена на прочность тем как ее новые законы новые системы работают насколько они способствуют скажем да улучшению жизни людей однако получится ли у России заниматься только своими внутренними делами когда мир катится в тар-тарары или нам вновь придется исправлять то что сотворили США и Европа в северной стране гипербореев в России появится новая универсальная религия эта религия в 21 веке познает победоносное шествие и опору себе она обретет в северной стране гипербореев где она будет явлена в своем новом качестве это предсказание монаха Раньонера жившего в 14 веке однако Настрадамус назвал это не религией а новыми законами мироустройства которые переустроят мир и позволят ему устоять Настрадамус как раз описал какая территория будет затронута войной какие значит страны в какие годы то есть он более подробно это все осветил и описал третья мировая война если сегодня Россия не напишет законы для мира она состоится и уже скоро Какой же новый миропорядок может предложить наша страна всему человечеству Эксперты отмечают что все не так сложно как кажется Сама того не осознавая Россия стала чуть ли не единственным в мире оплотом традиционных ценностей И возможно не просто так самым интересным и загадочным символом в пророческом раскладе Ротшильда является иконка с изображением маятника Намек что социальные процессы развиваются циклически волну глобализма сменила волна национализма то есть социализм рвется на смену либерализма Многие столетия пророки готовили нас к выбору который мы должны сделать сегодня остановиться и построить новый мир или дать развязать последнюю войну в истории человечества Иеросхимонах русской православной церкви старец и провидец Серафим Вырецкий сказал Многие страны ополчатся на Россию но она выстоит Эта война которой повествуют священные писания и пророки станет причиной объединения человечества Люди поймут что невозможно жить так дальше иначе все живое погибнет А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным не обижайтесь у нас нет задачи вас ввести в заблуждение мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам которые пока считаются незаблюдными Сегодня я с вами прощаюсь но встретимся мы с вами уже завтра в программе самые шокирующие гипотезы как всегда в 18.00